Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 9 июня. Житие Святого Отца нашего Кирилла, архиепископа Александрийского. Великий учитель церковной святой Кирилл Александрийский был родом из самой Александрии. Он происходил от благородных родителей и христиан, и был по матери племянником известного феофила, патриарха Александрийского. Феофил занимал Александрийскую патриаршию кафедру с 385 по 412 год. Известен в истории главным образом по своей вражде к Иоанну Златоусту. Отличаясь большим честолюбием, он стремился подчинить своему влиянию константинопольского архиепископа и потому после смерти нектария, занимавшего византийскую кафедру с 381 по 397 год. Интриговал в пользу того, чтобы на эту кафедру было избрано преданное ему феофилу лицо. Когда вопреки планам феофила был избран в епископ из столицы святой Иоанну Златоуст, бывший до этого пресситером в Антиохии, феофил затаил против него злобу и сделал с опорой противной Златоусту партии. Он принял деятельное участие в сложной интриге против константинопольского святителя, результатом которой было низложение последнего и двукратное изгнание из столицы. На соборе в Думе, составленном врагами Златоуста с целью низложения его, феофил присутствовал в качестве председателя. Вообще отношение его к Златоусту было такого свойства, что ложатся темным пятном на его имени, но в остальном феофил был довольно мудрым иерархом и сделал много полезного для Александрийской церкви. Воспитание Кирилл получил по тому времени очень блестящее. Он в совершенстве изучил всю светскую еленскую мудрость. А также хорошо изучил божественное писание и христианское вероучение. Дядя Кирилл, патриарх Феофил, видя блестящие способности и целомудренный образ жизни племянника, причислил его к своему клиру, поставив молодого Кирилла архидиаконом. И вот святой Кирилл был как благоуханный цветок, насажденный в церковном вертограде, цветущий возвышенной чистотою и облагоухающий богомудрым учением Христову Церковь. По смерти феофила блаженный Кирилл единогласно был избран на патриарший престол. Занимал Александрийскую кафедру патриарши 412 по 444 год и, став патриархом, немедленно удалил из города еретиков, называвшихся новоцианами, которые были похожи на фарисеев, оправдывавших себя в глазах людей и утверждавших, будто они чисты и праведны и не причастны никакому греху. В знак якобы непорочной своей жизни новоциане носили белые одежды и учили, что человека, впавшего после крещения в смертный грех, не следует принимать в церковное общение. Не может быть, утверждали они, прощены смертному греху такого человека, и только вторичным крещением можно омыть грех его. Эта ересь произошла от новоциана, который в правлении императора Декия был пресситером в Риме, и после мученической кончины папа Фабиана стремился к получению папского престола. Но, несмотря на все происки, ему не удалось достигнуть желаемого, и на папский престол был избран блаженный Корнилий. Завидуя Корнилию, новоциан стал строить ему ковы, и во всем противился ему. В то время церковь испытывала жестокое гонение со стороны язычников, и многие из верующих, боясь жестоких мучений, малодушно принесли жертву идолам, а затем, приходя с покаянием, со слезами исповедовали грех свой. Видя их покаяния, святой папа Корнилий принимал их снова в общение со святой церковью, подобно тому, как Христос принял горько плакавшего Петра. Между тем, пресс-ситер новоциан противился папе, утверждая, что недостоин находиться во граде Христовой церкви тем, которые, отрекшись от Христа, принесли жертву бесам. Пояснение. Новоциан сначала не проявлял нетерпимости к падшим. Киприан епископ Карфагенский свидетельствует, что он был автором того письма, в котором римское духовенство признавало, что падшие могли быть допускаемы в церковь, если находились в смертной опасности. Но после избрания Корнилия он сделался вождем партии, которая проводила совершенно иное воззрение. Новоциан стал учить, что хотя покаявшиеся падшие и могут быть допущены к божественному милосердию, и потому могут быть увещаемы к покаянию, однако же церковь не имеет власти давать им отпущение и должна навсегда отлучать их от общения, иначе она теряет свой христианский характер и свои преимущества. При этом он произносил хуление на святого папу, выставляя его сообщником идолопоклонников. Сам же он прервал с ним общение и, найдя себе некоторых единомышленников, сделался вторым папою в Риме. Так возник раскол Новоциана. Пояснение. Посвящение Новоцианова епископа было произведено тремя епископами незначительных городов, которые призваны были сторонниками его подничтоженными предлогами, и возложили на него свои руки вечером после ужина. Новоцианство находило на Западе многих последователей, и его начало сделали даже более строгими, чем были прежде. Приговор о пожизненном отлучении от общины, первоначально прилагавшейся только к тем, кто отрекся от веры, впоследствии был распространен на всех тех, которые после крещения совершили более или менее тяжкие грехи. При этом Новоциане приняли название кафаров, то есть чистых. Они перекрещивали, переходившись к ним из церкви, считая общение с нею нечистым, и ее священнослужения вследствие этого недействительными. Некоторые из Новоциан осуждали второбрачие, ставя его наряду с прелюбодеянием. Что же касается до главных истин Евангелия, то Новоциане были и постоянно оставались православными, и многие из них пострадали даже до смерти за свою веру. В последствии Новоцианский раскол распространился повсюду, достиг до Александрии и существовал здесь до времени святого Кирилла. Здесь в Новоциане допустили немало противных православии действий. Так они вторично совершали крещение над совращаемыми в раскол, которые раньше были крещены в кафолической церкви и не дозволяли второбрачие, называя его грехом прелюбодеяния. Были у них и другие неразумные нововведения. Святой Кирилл с самого начала своего патриаршества изгнал этих еретиков вместе с епископом их Феопемтом из Александрии. Затем он вооружился и против врагов рода человеческого нечистых духов, которых он изгнал из их обиталищ. В 120 стадиях Александрии находилось одно селение, называвшееся Коноп, и далеко от него было место, именуемое Мануфин. Раньше то было селение. Здесь находилось древнее капище, бывшее обиталищем демонов. Вместо этого место внушало всем ужас. Еще патриарх Феофил хотел очистить его от бесов и освятить для словословия Божия. Но, отвлекаемый другими заботами, он не успел привести своего намерения в исполнение. Святой Кирилл, восприяв после Феофила Александрийскую кафедру, решил исполнить желание своего дяди и предшественника, и усердно молился Богу, да подаст он ему помощь свыше и силу для одоления изгнания из Мануфина нечистых духов. И вот святому мужу явился виденье ангел Господень, повелевая ему перенести в Мануфин честные мощи мученика Кира и Иоанна. Кир и Иоанн, безмездные врачи, были замучены в Канопе в 311 году, в памятник 31 января, чтобы прогнать оттуда силу бесовскую. Пятой Кирилл так и поступил, принес в Мануфин мощи святых и устроил там во имя их церковь. Нечистые духи немедленно были изгнаны оттуда, и место то стало источником исцелений от мощей мучеников, изгнавший таким образом невидимых бесов из предместия Александрии. Святой приложил все старания, чтобы самый город совершенно очистить от бесов видимых, каковыми были христоненавистные иудеи. С давнего времени они проживали в том городе в бесчисленном множестве. Еще со времен Александра Великого и основания Александрии, здесь поселилось немало пришельцев из иудеи, которые возросли в многочисленное племя. Ненавидя Христа и людей, носивших его имя, они явно и тайно причиняли христианам всяческие озлобления и неприятности. Зловредные для города были упомянутые высшие еретики на Вациане, но несравненно с злейшими и вреднейшими врагами были иудеи, которые не только возбуждали междоусобия в городе, но устрояли также многочисленные убийства и кровопролития. Призвавший к себе начальника иудейских синагог, святитель Божий увещевал их, дабы они удерживали народ свой от подобных злодействий. Но иудейские старейшины не только не вняли увещанием святителя, но стремились на еще большую злобу. Пояснение. Синагога – место религиозных собраний иудеев. Это были открытые здания, назначаемые для отправления общественного богослужения иудеев. По закону оно должно было совершаться в Скинии и потом в храме Иерусалимском. Но во время плена Вавилонского храм был разрушен, и потом явилась потребность в особых местах для собраний. Так появилась синагога. Синагоги можно было устроить во всяком месте, где только находилось достаточное число истинных поклонников из иудеев. Поэтому уже во времена Иисуса Христа и апостолов они были распространены всюду, где жили иудеи. В центральном помещении синагоги ставился шкаф, где хранились свитки закона Моисеева, который предлагался для чтения народу. Среди синагоги возвышался низкий налой или кафедра. Некоторые из мест для сидения были сделаны выше прочих и назначались для старейшин, то есть престарелых или влиятельных лиц в общине. Старейшины составляли совет, которому принадлежало высшее управление синагогой. Председателем этого совета назывался начальником или правителем синагоги. Начальники синагоги имели власть отлучать от общины нарушителей законы и подвергать их бичеванию. В синагогах разбирались также различные судебные дела. Конец пояснения. В городе находилась большая и прекрасная церковь, именовавшаяся Александровской по имени устроителей епископа Александра. Однажды иудеи вооружились как на войну и с наступлением ночи подняли на улицы среди христианских домов в шум и смятение крича «Александровская церковь горит!». Услышав крик, христиане один за другим устремились из своих жилищ на мнимый пожар с намерением затушить его. И вот безжалостные иудеи, тех христиан, которые выходили из ворот своего дома, немедленно рубили мечами или поражали копьями или ножами, словом убивали, чем попало. И было убито в ту ночь множество христиан. С наступлением дня о происшедшем побоище узнал святейший патриарх Кирилл. Оправившись от скорби по поводу убиенных, он стал искать правосудие против иудеев. На ипарх города Арест, хотя и был христианин по вере, тем не менее, питая вражду против святого, помогал иудеям, защищая убийц. Тогда святой Кирилл сам отправился со множеством христиан к иудейскому сборищу и изгнал из города всех иудеев, разорил жилища их и сжег их в синагогу. Иппарх, пылая из-за этого гневом на святого, стал причинять зло близким родственникам святого, а также и другим известным гражданам, которые были сторонниками патриарха. Так он подверг беспощадным истязаниям на площади грамматика и иракса, обнаживший его. Грамматик – это учитель. Этим именем обозначались не просто учителя грамотности, но люди в полном смысле обладавшие ведением всей греческой и классической литературы. Между ипархом и патриархом происходило большое разногласие. Ибо святейший патриарх защищал христиан, а ипарх содействовал иудеям. Каждый из них писал от себя императору Феодосию Младшему до тех пор, пока от последнего не вышел указ, запрещавший иудеям проживать в городе. Во время на улицах города часто возникали возмущения и мятежи, во время которых погибало немало людей, не причастных к этим возмущениям. В Александрии проживала одна девица по имени Ипатия, дочь философа Феона. Она была женщина верующей и добродетельной, и отличаясь христианской мудростью, проводила дни свои в чистоте и непорочности, соблюдая детство. С юности она была научена своим отцом Феоном философии, и настолько преуспела в любомудрии, что превосходила всех философов, живших в те времена, как сообщает о ней Сихиния, епископ Толемаидский. Иисуида, прославлявшая ее многими хвалами. Она и замуж не пожелала выйти отчасти из желания беспрепятственно упражняться в любомудрии изучении книг, но в особенности она хранила свое девство по любви ко Христу. В Александрию отовсюду стекались все любители любомудрия, дабы видеть премудрую деву Ипатии и слышать ее разумные речи, так что она была учительницей многих. Ее почитали все духовные и мирские власти, почитал та же весь народ, и многие прибегали к ней, ища ее мудрых советов. Желая примирить епарха с патриархом, она со смирением и кротостью приходила к обоим и мудрыми речами склоняла их к миру. Святейший патриарх и сам изыскивал случай примириться с епархом, но тот по своему злонравию не желал даже и слышать о примирении. Однажды, когда Ипатия возвращалась откуда-то на колеснице к себе домой, ненавидевшие мир мятежники напали на нее и, вытащившись из колесницы, разорвали на ней одежду и избили ее до смерти. Но звероподобная ярость их не остановилась на этом злодеянии, и они во слепление своей злобы стали издеваться и над мертвым телом девицы. Разрубившие ее на куски, они сожгли ее на месте, называемом Кинорон. Когда жители города узнали о происшедшем, то все, а в особенности любители наук, сильно сожалели ипатию. Между прочим, слух о происшедшем мятеже дошел до иноков Нитрийской горы. Они исполнились скорби и жалости к неповинным жертвам мятежа и, собравшись в количестве до пятисот человек, пришли из пустыни в город, желая защищать патриарха. Случайно им попался где-то епарх, ехавший навстречу в колеснице. Увидя правителя, иноки стали кричать ему, укоряя его и называя Еленом идолопоклонником, потому что раньше он принадлежал еленской вере и лишь недавно принял крещение в Константинополе. Один из иноков бросил в епарха камнем и попал ему в голову. Когда на крик окружавших епарха во множестве сбежался народ, иноки удалились от него. Слуги же епарха схватили одного из иноков по имени Аммония. Епарх, предполагая, что иноки были возбуждены против него патриархом, сильно разгневался и предал Аммония жестоким мучениям и пыткам, среди которых он и умер. Узнав об этом, святейший патриарх сильно восскорбел духом и повелел взять тело мученика, с почетом похоронил его. Между тем, изгнанные из города иудеи, устроив для себя место зрелищ и игр, поставили для поругания Христа и оскорбления христиан. Длинный крест, исхватив некого христианского отрока, распяли его распростертым на кресте. При этом они не гвоздями прикрепили его ко кресту, но привязали веревками и долго ругались над ним, смеясь и плюя на него. Окончив насмешки, они били его до тех пор, пока он не умер на кресте. Итак, мученик Христов сделался подражателем христовым страданием. Святой Кирилл, узнав об этом новом злодеянии иудеев, обратился с письмом к императору, которому он сообщил обо всех обстоятельствах случившегося. И от императора, хотя и не скоро, но все же вышло справедливое распоряжение. Поэтому распоряжение иудейские начальники, стоявшие во главе замысливших указанное злодеяние, были казнены, и пар же уволен от должности. После того святитель Христов Кирилл, победив смуту, злобу и вражду врагов христианского имени, благополучно пас вверенное ему словесное стадо овец Христовых. Но когда утихли в Александрии описанные смуты, во всей Поднебесной наступило еще большее волнение, возбужденной ересью Нистории, и святому Кириллу предстояло совершить новый, более великий подвиг. В церкви Константинопольской, после кончины патриарха Сисиния, 426-427 годы, переведенный из Антиохии, человек, как предполагалось, твердый в вере и добродетельный по жизни, но внутри тайный еретик. Он рассеивал среди верующих семена еретического учения, как плевела среди пшеницы, сначала не сам лично, но через своих единомышленников. Ересь же его заключалась в хуле на Христа Бога и на причистую Деву Богородицу, ибо он окаянный утверждал, что от Девы Марии родился простой человек Христос, а не Бог, так как утроба женщина не могла вместить Бога, а только человека. По учению Нистории, Бог Слово соединился с человеком Иисусом с самого момента зачатия, лишь благодатью, и обитал в нем, как в храме. Поэтому Деву Марию Нистории называл не Богородицей, но Христородицей. Ересь Нистории рассеивали среди народа находившиеся при Нистории его приверженцы, епископ Дорофей и преситер Афанасий, Анастасий, взятый им с собой из Антиохии. Однажды в какой-то праздник Анастасий, говоря в соборной Константинопольской церкви по учению к народу, напал на употребление слова «феотокос» Богородица в приложении к причистой Деве Марии. Именно он утверждал, что Деву Марии нельзя называть Богородицей, так как она была человеком, а каким образом может родиться Бог от плоти человеческой? Проповедь вызвала ропот и шум в церкви. На Анастасия посыпались обвинения в ереси. Когда же относительно этого был спрошен сам Нистории, то последний стал явно обнаруживать свое безумие и изрыгал яд своих хуленей на Христа Бога и на причистую его матерь. «Я не могу, — говорил он, — называть Богородицей женщину, родившую плотского человека, одинакового с собой естества, ибо она была матерью скиньей, уготованной Святым Духом, для обитания Божественного Слова. Поэтому справедливее называть ее Христородицею. Этим словом мы обозначим отношение ее к тому, в ком обитало Божество». Пояснение. Название причистой Девы Марии Богородицы, подвергнутой Анастасием и историем нападения, употреблялось в предшествующем веке Евсеием Кисарийским, Афанасием Великим Григорием, Великим Григорием Низким и другими. Оно не означало того, что Пресвятая Дева сообщила Божественную природу Спасителю, но утверждало только единение Божества и человечества в одном лице, потому что Сын Божий принял на себя не личность человека, но только естество человека. И вот среди народа наступили распри и раздоры. Одни противились Ереси и не желали иметь общение с Нисторием, а другие, наоборот, соблазнялись теоретическим мудрованием и принимали учения еретиков. Ересь эта возмутила не только Константинополь, но и все пределы земли. Ибо нечестивый Нисторий написался своими единомышленниками в защиту своего учения множества сосенений, которые он разослал по окрестным городам, отдаленным странам и по пустыням среди монашествующих. Этим он произвел такой же раздув среди христиан, какой раньше его возбудил разодравший Христову одежду нечестивый Арий. Потому что многие из духовенства и мирян пошли по следам Нистория, как раньше многие шли по следам Ария. Святой Кирилл, патриарх Александрийский, узнав о еретическом учении Нистория и об успехах его проповеди, возмутился духом и, как верный раб и храбрый воин Христа Бога и Пречистой Матери Божией, вооружился против врага Христовой, твердо стал за честь Божией и Пресвятой Богородицы. Он явился истинным пастырем овец Христовых, зорко наблюдающим за своим стадом и сражающимся с волком. Первоначально святой Кирилл любезно писал к Нисторию, вещевая последнего, отстать от лжеучения и исповеданием правой веры прекратить ту смуту, какую он возбудил в церкви Христовой. Пояснение. Александрийский епископ Александр видел во сне явившегося Господа, на котором была разодрана одежда. Когда он спросил явившегося Господи, кто разодрал твою одежду, то услышал такой ответ – неистовый беззаконный Арий. Вскоре после этого Арий и выступил со своими еретическими учениями о лице Господа и Иисуса Христа. Затем видя, что Нисторий не исправляется, он написал к нему строгие послания, изобличая его заблуждение. Святой Кирилл писал также и к клиру Константинопольской церкви и к двору царскому, убеждая не соблазняться учением Нистория. Он написал послание к папе древнего Рима Целестину и к прочим патриархам, сообщая им о ересе Нистории и упрашивая их увещевать последнего к покаянию. Сверх того, им были отправлены письма ко всем властям и епископам различных стран и городов, в которых в письмах он предостерегал всех от увлечений ереси Нистория. Так как ересе это совратило, между прочим, многих иноков, он писал и к ним, изъясняя им душепагубный вред ереси и отклоняя их от обольщения ею. Словом, святой Кирилл не переставал вопиять против этого волка до тех пор, пока совсем не отогнал его от стада Христова. Между тем, Нисторий не только не справлялся от Кирилловых посланий, но устремился со своими приверженцами даже и на более худшее. Именно один из сторонников, его епископ Дорофей, в присутствии самого Нистория, встал в соборе на возвышение и громко произнес «Если кто назовет Деву Марию Богородицей, да будет анафема». И затем сам Нисторий стал подвергать мучениям тех из духовенства и иноков Константинопольской церкви, которые сопротивлялись ему и не разделяли его ереси. Вместе с этим он с яростью ратовал против святого Кирилла, тщеславно и гордо восставая на него и называя его ересиком, между тем, как он сам был таковым. Измыслив затем много несправедливых и ложных клевет против святого и праведного, он распространял их среди народа, хуляя без чести ими Кирилла. Но Александрийский святитель не обращал на эти клеветы никакого внимания и заботился единственно лишь о спасении душ человеческих. Несмотря на такую деятельность Кирилла, волнения и смуты продолжались. И Нисторианская ересь день от дня возрастала и все более вступала в силу. Уже многие из епископов заразились этим душепагубным юридическим учением и сделали с последователями неистория. Между прочим, ему оказывал некоторую поддержку Иоанн, это патриарх антиохийский, занимал антиохийскую кафедру 423 по 440 год. Патриарх антиохийский, который, не одобряя того, что было сказано Нисторием, все же просил Кирилла не придавать его словам особого значения. Это, однако, не могло потушить разгоревшийся пожар. Оставалось одно средство, чтобы прекратить смуту – созвать Вселенский собор. Созвание собора в одинаковой степени желали и противники Нистори, и его сторонники, причем каждая сторона надеялась, что учение ее восторжествует. И вот Феодосий-младший, уступая общим просьбам, решил созвать такой собор. Указ о созове Вселенского собора подписан был не только Феодосием, но и западным императором Валентианом III, царствовавшим с 423-455 год. Обозначив местом для собора малазийский город Ефес, он пригласил всех митрополитов и епископов империи собрать их сюда к 50-нице 431 года. При этом от себя он послал в Ефес Камита, Кандидиана, для присутствия на соборе в качестве императорского представителя. В Нистори прибыл Ефес вскоре после Пасхи, апреля XIX, сопровождаем 16 епископами. Перед самым праздником Пятидесятницы явился святой Кирилл во главе 50 египетских епископов. Около 40 епископов прибыло из окрестных малазийских городов. Папа Селестин вследствие болезни и старости не мог явиться и отправил двух епископов и пресвитеров в качестве представителей себя и всего собора западного. С наказом руководить осуждением святого Кирилла. Всего съехалось около двухсот епископов, но и Иоанн Антиохийский и другие сирские епископы, которые в большинстве держали сторону Нистория, все не являлись. Съехавшиеся на собор епископы напрасно прождали их до 21 июня и, не дождавшись, открыли наконец свои заседания 21 июня 431 года. Вследствие достоинств своей кафедры святой Кирилл принял председательство на этом соборе. Причем соприседателями его были Ювеналий Иерусалимский и Мемнон Ефесский. Но нечестивый Нисторий оказал противодействие составляемому собору, составленному, и не являлся на него под предлогом, что он будет ждать прибытия Иоанна Антиохийского и сирских епископов. Отцы собора трижды приглашали его явиться, но он упорно отказывался. Тогда они приступили к рассмотрению сочинений Нистория и по внимательным исследованиям осудили их как юридические. Святой Кирилл представил собору свои письма к Нистории и другим лицам, в которых он изобличал нечестивое мудрование юридика, а также представил определение поместного собора, бывшего перед тем в Александрии. Отцы собора согласились с учением святого мужа, признав его православным и богомудрым, и одобрили определение поместного Александрийского собора. Между тем прибыл в Ефес Иоанн Антиохийский с сирскими епископами. Узнав о ходе дела, он в защиту Нистория составил отдельный собор, на котором принимал участие Нисторий и все его сторонники. Зараженный ересью Кандидиан оказал содействие этому беззаконному собору, и на нем святой Кирилл был несправедливо облечен в ереси Аполлинария, отрицавшей действительного человечества Христа и утверждавшей, будто Христос не имеет души, но вместо нее вмещает в себе божество. Возводя на святого мужа такое обвинение, ложных клевеща на него, приверженцы Нистория стремились вооружить против него самого императора. На первых порах им удалось достигнуть своей цели. Император поверил их клеветам и повелел заключить святого Кирилла вместе с блаженным Мемноном, епископом Ефесским, в темницу. Пояснение. Аполлинарий был епископом ладикийским в Сирии, умер в 390 году. Сначала он был одним из главных поборников никейского символа, но потом в борьбе с ересью Ария впал в противоположную крайность. Исходя из того положения, что совершенный Бог и совершенный человек не могут соединиться в одно лицо, и что если был Христос совершенным человеком, то он не мог бы оставаться чистым от греховности и совершить искупление. Аполлинарий учил, что Христос имел только две части человеческого естества – тело и душу. Третью же часть – дух – заступало в нем божество. Ересь эта была осуждена на Александрийском соборе 362 года. Вместе со святым Кириллом и Мемноном были заключены под стражу по повелению императора Нистории. Поступок этот показывает, что Феодосий думал путем устранения главных представителей двух враждебных направлений достигнуть примирения и соглашения между партиями. Более подробное знакомство с обстоятельствами дела побудило его отменить эту меру и дать свободу Кириллу и Мемнону. Но потом, подвергнув все подробному исследованию и видя с одной стороны ненависть праведного Кирилла, невиновность праведного Кирилла, а с другой явную ложь и злобу его врагов, Феодосий восстановил святого и доблестного святителя его приверженца Мемнона в их должностях и ублажал похвалами терпения и кротость первого, и ретиков же он повелел обуздать. Таким образом, святой Кирилл снова стал во главе святых отцов, собравшихся в Ефесе для рассмотрения мудрований Нистория. На этом соборе установлен был тот догмат веры, что воплотившийся от Пречистой Девы Марии Господь наш Иисус Христос есть истинный Бог, а родивший Его Пречистой Девы Марии есть истинная Богородица. Когда это состоявшееся определение было провозглашено народу, то большая радость была среди всех верующих, и все граждане города Ефеса торжественно восклицали, но не так, как некогда, когда они говорили «Велика Артемида Ефесская», а совершенно другие слова «Велика Пречистая Дева Мария Богородица». Нисторий был осужден как еретик и богохульник, и не только был лишен своего сана, но и отлучен от Церкви Христовой и предан вечному проклятию. К этому соборному определению присоединился потом и Иоанн Антиохийский с сирскими епископами. Император же сослал Нистория в отдаленнейшую страну, которая называлась Оасим. Здесь, оставаясь нераскаянным, нечестивый Нисторией, окончил жизнь в своих тяжких мучениях. Именно, у него живого был изъеден червями богохульный язык его. Сколь противно православию, происшедшая от еретика Нистория, хуление Божией Матери, об этом говорит следующий случай, о котором рассказывает преподобный Иоанн в своем сочинении «Лук духовный». Раз, пишет он, мы пришли к пресвитеру Коломанской лавры, Аве Кириаку, и он рассказал нам следующее. «Однажды я увидел во сне, что за дверями моей кельи стоит святозарная прекраснейшая дева, одетая в багреницу, и с нею два светолепных мужа. И узнал я, что эта владычица наша причистая дева Богородица, а находящаяся с ней мужи, святой Иоанн Креститель и святой Иоанн Богослов. Тотчас же я вышел из моей кельи, поклонившись, умолял ее, дабы она вошла ко мне и благословила мою келью, но она не желала. Я в продолжении долгого времени умолял ее, говоря «Владычица, пусть не удалится от тебя уничиженным и посрамленным раб твой». И много других молений произнес я перед ней. И тогда, видя мое прилежное моление, она ответила мне «Ты имеешь в своей кельи моего врага. Как же можешь высказывать после того пожелания, чтобы я вошла к тебе?» С такими словами она удалилась. Пробудившись от сна, я стал плакать и скорбеть, размышляя, не согрешил ли я чем-нибудь перед причистой девой в своих мыслях. Ибо другого, кроме меня, одного, никого не было в моей кельи. Подробно исследовав себя, я не нашел ничего, чем бы я мог согрешить перед нею. Видя, что скорбь моя снедает меня, я, дабы хотя немного развлечься среди печали моей, взял почитать книгу. То была книга блаженного иерусалимского пресвитера Исихия, которую я попросил у него на время. Прочитавши книгу, я увидел в конце ее два слова нечестивого неистории и таким образом познал, «Какой именно враг Пресвятой Владычесы был у меня в келье?» Тогда, вставши, я понес книгу к тому, кто дал мне ее, и сказал ему «Брат, возьми твою книгу». Я не столько получил от нее пользы, сколько вреда. Он спросил меня, чем книга его причинила мне вред, а не пользу. И я рассказал ему о бывшем мне видении. Тогда он, исполнившись божественной ревности, вырезал из книги два слова неистории и жег их на огне со словами «Пускай не остается в моей келье враг Владычесы нашей Богородицы и Преснодевы Марии». Не следует также умолчать и о том, как святитель Христов Кирилл, этот великий угодник Божий, при столь великой своей святости, тем не менее, имел нечто зазорное в себе и противное благочестию, дабы видеть чудесное его исправление. Он без причины гневался на Иоанна Златоустого, святой на святого. Это не должно нас удивлять, потому что совершенство свойственно лишь одному Богу. Из людей же никто не может быть совершенным сам по себе, если только он не примет от исполнения Христова. Потому что и святые, как люди, причастны человеческим слабостям. Такая слабость была и у святого Кирилла, именно в его отношениях к Иоанну Златоусту. Он гневался на святого мужа не только при жизни последней войны, но и даже и после кончины его, и не хотел поминать его во святых. Такой гнев Кирилла происходил не от злобы, но от невидения пояснения. Святой Иоанн Златоуст, патриарх Константинопольский, занимал патриарший престол столицы с 398 по 44 год. Ревностное служение его истине Церкви Христовой, смелое обличение всевозможных пороков и слабостей тогдашнего общества, возбудили против святого Иоанна злобу лиц, которых обличал святитель. И они предприняли против него целый поход, возводя на святого всевозможные клеветы, стремясь вооружить против него императора, императрису, а также других лиц. Результатом этих интриг против Златоустова было его неизложение и двукратная ссылка из столицы империи. Вторая ссылка была в особенности жестокой. Святители отправили в Дикий Пифиунт, на берегу Черного моря, в Армении. Но, не доходя до этого города, истощенный трудностью пути и различными притеснениями в дороге, умер в Каманах, в провинции Понти, на северо-востоке Малой Азии. Это было в 1947 году. Кирилл Александрийский застал в последние годы Златоуста, но лично едва ли мог знать Златоуста. Однако, так как против Златоуста враждовал дядя Кирилла, патриарх Александрийский, Феофил, то естественно, что и он имел пристрастное осуждение о Златоусте, будучи вовлечен в обман распространяемыми на святого клеветами. Он, с одной стороны, от своего дяди патриарха Феофила, с другой, от других питавших вражду к Златоусту, слышал много несправедливых клевет против этого вселенского светильника и по своему незлобию придавал веру лжи как истине. Ибо написано, незлобую веру емлет всякому словеси. Притча 14.15 Константинопольский патриарх, аттик, живший раньше не история, в своих посланиях убеждал его вписать имя святого Иоанна Златоуста в церковные диптихи, поминальники, то есть в книги с именами святых. Сам аттик раньше также был одним из врагов Иоанна Златоустого, но потом, сознав невиновность этого святого мужа, и вместе с тем свой грех против него раскаялся. Вступивший на патриарха Константинопольский престол после Арсакия, он вписал в диптихи Златоуста, и пока был жив, увещевал святого Кирилла письмами, в которых просил его поступить также, но последний не слушал его, не желая не спровергнуть значение бывшего ранее собора против Иоанна, который был создан Феофилом. Разумеется, по-видимому, собор под Дубою, недалеко от Халкидона, на котором председатель стал Феофил, и на котором святой Иоанн Златоуст был осужден и низложен. Точно так же и святой Исидор Пелусиот, родственник Кирилла, муж преклонных лет, видя негодование многих на святого Кирилла за то, что он исключает Златоуста из числа святых, с дерзновением писал к нему, увещевая, рассмотреть беспристрастно обстоятельства осуждения Иоанна Златоуста. «Пристрастие недальновидно, а ненависть вовсе ничего не видит», так писал Пелусиот в одном из своих посланий к святому Кириллу. «Посему, если желательно тебе быть чистым от того и другого недостатка, не произноси необдуманных приговоров, но подвергай деяния справедливому суду, потому что и Бог, который знает все прежде, нежели придет исполнение, человеколюбиво благоволил снизойти с небес и видеть вопль садомский, научая нас делать все по точным исследовании. «Ибо многие, бывшие с тобой на соборе Ефесском, по смеянии говорят, будто ты удовлетворяешь собственной вражде, а не того православного ищешь, что требовалось бы для Иисуса Христа. Феофилов, он племянник, говорят о тебе, и его держится духа. Как Феофил явно извил неистовство свое на богоносного и боголюбивого Иоанна, так и этому желательно похвалиться, хотя в положении подсудимого произошла большая перемена, ибо Иоанн уже претерпел изгнание и теперь не находится в живых». В другом послании святой Исидор Пелусиот так писал Кириллу. «Устрашает меня примеры из Божественного Писания и вынуждает писать, о чем должно. Ибо если я отец, как говоришь сам ты, то боюсь осуждения, какому подпал Или за то, что не целомудрил согрешивших сыновей. А если, как вернее знаю я сын перед тобою, носящим на себе образ великого онова Марка, то страшит меня наказание, какому подвергся Иоаннафан, за то, что не остановил отца искавшего волшебницы. Ибо поелику мог остановить, то умер на сражении прежде согрешившего. Посему, чтобы и мне не быть осужденным, и тебя не осудил Бог, прекрати распри. И того мщения за собственное оскорбление, которое следовало бы воздать смертным, не переноси в живую церковь под предлогом благочестия, не производи в ней вечного раздора. Пояснение. Из-за Златоуста после его смерти происходили большие разногласия. В то время как официальные представители Константинопольской и Александрийской церкви не признавали его святым, в других церквах, например, Римской и Антиохийской, он был вписан в диптихи и сопричислен к сонму святых. Но и в первых двух церквах было немало сторонников Златоуста, которые не разделяли воззрение своих официальных представителей и считали его святым. На этой почве происходили споры и несогласия. В Константинополе сторонники Иоанна Златоуста отделились даже от церкви и образовали раскол ионитов. Раскол этот был здесь уничтожен только в 438 году. И еще в ином месте святой так писал Кириллу «Ты спрашиваешь меня об обстоятельствах изгнания святого мужа Иоанна, но я не буду подробно писать о том, дабы мне не показаться человеком обличающим и осуждающим других, ибо многочисленные несправедливости людей ко святому превзошли всякую меру. Я в кратких чертах припомню тебе жестокий нрав Египта, который вблизи тебя. Он отрекся от Моисея, предался фараону, изъязвил ранами смиренных, озлобил тружеников, устроил города и не заплатил платы работникам. Упражняясь в таких-то деяниях, он произвел на свет беззаконного Феофила, почитающего золото за Бога. Со своими единомышленниками он восстал на святого Иоанна, боголюбивого и проповедовавшего о Боге мужа. Несмотря на это, дом Давидов утверждается и умножается, а Саулов, как ты видишь, изнемогает. Здесь указания на великие притеснения, которые производились во времена египетских фараонов над рабами. Предшественник Кирилла по Александрийской кафедре, дядя его, Феофил, отличался корыстолюбием, как это видно из жития святого Иоанна Златоуста. Таковы-то были писания святого Исидора, Пилусиота, к святому Кириллу. Они возымели на последнего такое действие, что он, прочитавший их, стал сознавать свой грех. В особенности он сознал его и совершенно раскаялся тогда, когда был устрашен следующим видением. Ему представилось, что он находится на некотором весьма прекрасном и исполненном неизъяснимого веселья месте. Здесь он увидел чудесных мужей Авраама, Исаака, Якова и других святых, как ветхозаветных, так и новозаветных. Вместе с тем он видел там весьма обширный и светлый храм, красоту которого не в состоянии изобразить человеческий язык, и слышал в нем пение сладкозвучных голосов. Войдя в этот храм и изумляясь его красоте и великолепию, Кирилл узрел в нем в сиянии славы причистую владычицу Богородицу, окруженной множеством ангелов. Среди стоявших вокруг Богоматери находился на почетном месте святой Иоанн Златоусты, сиявший, подобно ангелу Божию, чудесным светом, и державший в руке книгу своих сочинений. Множество дивных мужей окружало его, подобно слугам. Все они были вооружены, как бы приготовившись к наступлению. И вот когда Кирилл хотел припасть к ногам Богородицы, чтобы поклониться ей, то святой Иоанн с находившимися при нем оруженосцами немедленно устремились на него, запрещая ему приближаться к причистой Матери Божией и прогоняя его из чудесного храма. Кирилл, видя негоду еще против него Иоанна и себя выгоняемого из храма, пришел в трепет. Но вдруг он услыхал причистую Деву Богородицу, обратившуюся к Иоанну с ходатайством, чтобы он простил Кирилла и не изгонял его из храма, так как он согрешил перед ним не по злобе, а по неведению. Но Иоанн, как бы не желал простить Кирилла, тогда Пресвятая Богородица сказала, «Прости его для меня, ибо он много потрудился для моей чести, прославил меня среди людей и наименовал Богородицею». Когда Пречистая Богородица изрекла эти слова, Иоанн немедленно смиловался и отвечал Богородице «По твоему, владычица ходатайству, я прощаю его». Затем, дружелюбно подойдя к Кириллу, он обнял и облобызал его, и таким образом они примирились друг с другом в видении. После этого видения святой Кирилл стал часто каяться и осуждать себя за то, что до того времени напрасно держал гнев против такого угодника Божия. Потом, собрав всех египетских епископов, он совершил торжественное празднование в честь святого Иоанна Златоустова и записал последнего в церковных книгах в сонме великих святых. Таким-то образом снято было пятно лежащее на святом мужа Кирилле, который враждовал против святого Иоанна. Причем, вражду между своими рабами рассеяла сама Причистая Богородица. С того времени, пока был жив святой Кирилл, он ублажал святого Иоанна Златоуства похвальными речами. Остальное время своей жизни святой Кирилл прожил среди великих подвигов, заботясь не только о своем спасении, но и о спасении других и наставляя многих на путь праведный. Рассказывают о таком случае и жизни святого угодника Божия Кирилла. В Нижнем Египте проживал тогда некий старец, известный своей святой жизнью. Несмотря на это, он, как человек необразованный и простой, придерживался одного неправильного мнения именно по своему невежеству. Старец утверждал, что Мельхиседек есть Сын Божий. О таком мудровании его сообщено было святейшему Кириллу и последний пригласил к себе того старца. Зная, что старец творит чудеса и так угоден Богу, что Бог исполняет всякую просьбу его и что в Мельхиседеке он мыслит неправильно лишь по своей простоте, патриарх употребил такую мудрость, чтобы наставить ее на путь истинный. Кротко обратившись к старцу, он сказал, «Ава, умоляйте, а помочь мне разрешить одно недоумение? С одной стороны, рассудок приводит меня к тому заключению, что Мельхиседек есть Сын Божий, а с другой стороны, что-то говорит мне, что это несправедливо и что он обыкновенный человек архиереи Божий. И вот я нахожусь в сомнении и недоумении, не зная, к чему прийти. Поэтому я нарочно призвал тебя, дабы ты помолился относительно этого Бога, прося его открыть тебе о том, и что откроет тебе Бог, не откажись сообщить мне». Полагаясь на свою богоугодную жизнь, старец смело ответил святому Кириллу, «Дозволь мне, владыка, уединиться на три дня, по прошествии которых я вопрошу о всем Бога, и сообщу тебе то, что будет мне открыто». Потом, удалившись в свою келью и затворившись в ней на три дня, старец молился Богу, дабы он открыл ему о Мелхиседеке. Получив просиму, он пришел к святому Кириллу и сказал, «Мелхиседек — человек, а не сын Божий. И да будет тебе, владыка, известно, что сие действительно так». Святой Кирилл весьма обрадовался, что спас душу того старца и поблагодарив отпустил его. Старец, удалившись, стал проповедовать всем, что Мелхиседек — человек, а не сын Божий. Так мудро наставил угодник Божий невежду на путь истины. Пробывший на Александрийском патриаршном престоле 32 года и в течение своей жизни очистил церковь Христову от всех бывших тогда ересей, написав много душеполезных сочинений, святой Кирилл в мире почил о Господе. Пояснение. Можно догадываться, что Мелхиседек был особенный, славный во всей Палестине служитель Бога истинного. Священное Писание скрыло подробности о нем, давая видеть в нем прообраз Христа. На прообразовательное значение священства Мелхиседека указывал еще царь и пророк Давид, когда говорил о Сыне Божьем «Ты и рей, вовек почину Мелхиседека». Сочинение святого Кирилла Александрийского по содержанию разделяется на изъяснительные, апологетические в защиту христианства, догматические и нравоучительные. Из изъяснительных сочинений Кирилла самое лучшее толкование на Евангелие Луки, отличающиеся при краткости точностью изъяснения слов Писания. Замечательное также объяснение его на послании к евреям и коринфянам. Из толкований на Ветхий Завет следует отметить объяснение на «Песнь Песней», затем на пророка Исаию и меньших пророков. Превосходное сочинение святого Кирилла против Юлиана, составленное в опровержении сочинение, которое Юлиан с помощью языческих философов написал в защиту язычества против христианства. Большая часть догматических сочинений Кирилла написаны по делу о Нистории. Таковы пять книг против Нистории. Здесь Александрийский святитель, не называя Нистория по имени, разбирает его учения. Относительно обширного сочинения Святой Троицы, известного под именем «Сокровище», Блаженный Фотти патриархом Стантинопольский говорит, что оно отличалось основательностью и клонилось к неспровержению юридического учения Ария и Евномия. Оно превосходит все другие ясностью. Два не очень пространных догматических сочинения Святой Троицы и сочинения о воплощении составляют вид катехизического учения. Эти сочинения важны по точности изложения православного учения. Особенного внимания заслуживает здесь учение об исхождении Святого Духа. Сочинение против антропоморфизма писано Святым Кириллом для некоторых египетских иноков, которые по неведению представляли себе Бога в человеческом образе. Святой Кирилл сочинил много бесед. Замечательно слово его об исходе души как по глубине чувств сокрушенного сердца, так и по мыслям о состоянии душ, разлученных с телом. Оно помещено в славянской исследованной псалтирии и греческом часословии. Кончина Святого Кирилла совершилась 27 июня 448 года. При исходе его предстояла сама причистая Матерь Божия, так как он верно потрудился для нее и доблестно подвязался за честь ее. Он по достоинству сопричислен к Святому Златоусту и вместе с ним пламенея никогда не отпадающей любовью. Предстоит как Христу Богу, так и при чистой Богоматери, пребывая в славе ее, близ ее престола и восхваляя преблагословенную Деву с рожденным ей истинным Богом в бесконечные веки. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин